Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Этот урок посвящен очень важной теме – это оформление и наполнение личной страницы. Поговорим о основных ошибках, которые допускают чаще всего сетевики при оформлении своих личных страниц. В этом уроке я дам базовые понятия, связанные с личной страницей. Мы не будем рассматривать ни оформление групп, ни использование каких-то сервисов. Обо всем об этом я буду рассказывать во второй части нашего тренинга, где будет значительно больше уроков. Но та информация, которую вы получите в этом уроке, вам хватит для того, чтобы правильно начать работать со своей страничкой в социальной сети. Примеры будут приводиться для социальной сети ВКонтакте, но логика действий, порядок действий, сама идея для всех социальных сетей абсолютно одинаковы. Идея может быть выражена двумя словами. Ваша страница – это вы. Насколько хорошо вы оформите свою страничку, насколько она будет понятна незнакомым людям, которые на нее заходят. Если беглого ознакомления с вашей аватаркой, с вашим статусом и с несколькими постами на вашей странице у любого человека складывается четкое понимание, кто вы, чем вы можете быть полезны, значит у вас правильная, привлекательная экспертная страничка. Как раз в этом курсе мы будем говорить именно о страницах экспертов, потому что хотите, чтобы у вас покупали, хотите, чтобы вам доверяли, помогайте людям, показывайте свою экспертность. Вначале я скажу о типичных ошибках, которые допускаются именно на самом первом этапе. Первая ошибка – это когда люди без всякой подготовки, без понимания, что они делают, для чего и самое главное, для кого они это делают, начинают уже совершать какие-то действия в социальной сети, размещать какие-то фотографии, выкладывать посты, то есть заниматься оформлением и наполнением своего профиля. Это как у нас в России принято, то есть вначале на все понажимаю, потом начну читать инструкции. Конечно, хорошо делать что-то и нужно делать что-то, но если вы делаете с четким пониманием, для чего вы это делаете и главное, для кого вы это делаете, вы быстрее получаете результат. Конечно, деятельные люди через какое-то время, через свой практический опыт приходят к этому пониманию, но тратится достаточно много времени, тратится достаточно много нервов, почему у нас не получается, разочарование у людей и многие, к сожалению, бросают, даже не поняв, что же они делали неправильно. Поэтому, прежде чем что-то сделать, вы должны провести подготовку. И об этих подготовительных операциях я в этом ролике расскажу. Ну и вторая очень типичная ошибка, очень часто задаваемый вопрос. У меня есть уже страница в социальной сети ВКонтакте, а нужно ли мне создавать вторую страницу, раз я буду с нее вести бизнес? Тут нужно четко понять причину этого вопроса. То есть, если причина просто вне понимания, то мы делаем в социальных сетях, то ответ на этот вопрос однозначно звучит следующим образом. Пожалуйста, не надо создавать вторую страницу, потому что для бизнеса, для ведения бизнеса, вообще-то используются специальные ресурсы, которые есть в любой социальной сети, они называются группы, либо публичные страницы. Это инструмент для бизнеса. Значит, сразу создавать группу абсолютно не нужно, потому что люди, которые создают группу, не умеют ею пользоваться. То есть, нужно получить практический навык введения и продвижения своей личной страницы. Когда практический навык у вас появится, вы можете перейти к следующему шагу, созданием бизнес-страницы, паблика, либо группы, и у вас уже будет понимание, что там нужно делать, и вы можете уже использовать бизнес-инструменты, которые есть в группе. Для продвижения личного бренда, а мы продвигаем именно ваш личный бренд, основная задача, показываем экспертность вашу, то есть вы продвигаете себя. Поэтому себя, как эксперта, нужно показывать со всех сторон, в том числе какой вы человек. В MLM люди идут на людей, поэтому личная страничка – это отличный способ, это прекрасный вариант показать свою многогранность, что вы не просто успешный бизнесмен, не просто эксперт в какой-то области, но вы еще и интересный человек. Поэтому идеальный вариант – использовать именно личную страничку ВКонтакте, и если она у вас уже есть, это вообще прекрасно. То есть чем раньше был зарегистрирован профиль, тем больше трастовость, то есть доверие к этому профилю со стороны социальной сети. Те действия, которые вы будете делать с уже долго существующего профиля, они будут вызывать меньшее подозрение у роботов социальной сети. Но если вопрос о второй страничке задается по причине, что вы не хотите ничего, никому, особенно из своих близких, друзей и знакомых, рассказывать, что вы занимаетесь сетевым бизнесом, то есть для вас сетевой – это просто какое-то черное клеймо. Если вы не хотите никому показывать, что вы продаете какую-то продукцию, вам нужно тогда вообще задуматься, что зачем вам продвижение в социальных сетях. Скорее всего, в большинстве случаев, если у вас такая позиция, такое отношение к МЛМ, у вас ничего не получится, потому что вам придется врать людям. Вы будете врать себе, вы будете себя обманывать и, естественно, обманывать и других людей. Придвигаться с такой жизненной установкой в отношении МЛМ, как эксперт, у вас однозначно не получится, потому что все движение начинается уже с вранья. Да, конечно, есть люди, которые верят в то, что они врут, но это больше исключение, я не хочу даже развивать этот вопрос. Людям, у которых вот такой комплекс по поводу сетевого, продвижение личной странички – это практически всегда трата времени. То есть для вас есть единственное решение, если вы хотите продолжать зарабатывать в сетевом бизнесе – это системы автоматизированного привлечения людей. Это то, что у нас будет во второй и третьей части. Эти системы у нас есть, например, сайт Воронка под ключ, лендинг, автособеседование, рекрутирующий сайт – все это инструменты, которые позволяют людям, которые не хотят, ну и, скорее всего, и не могут продвигаться как эксперт, прятаться за этими инструментами и позволить этим инструментам в автоматическом режиме привлекать людей в сетевую компанию. Но нужно четко понимать, что если вы хотите спрятаться за какие-то средства автоматизации, то вам потребуются однозначно технические знания, либо деньги, которые вы платите людям, настраивающим вашу систему. В нашем случае, конечно, денег платить не придется. Все, кто дойдут и до второго, до третьего этапа обучения и выполнят квалификацию – это, скорее всего, будет какой-то личный товарооборот – все вы получите эти средства автоматизации. Но нужно опять же четко понимать, что средство автоматизации само по себе, оно никого и никуда не привлекает. Это просто инструмент. На этот инструмент нужно каким-то образом привлекать людей. И единственная возможность и самое эффективное – это платная реклама. Потребуются деньги на настройку платной рекламы и на рекламный бюджет. Опять же, настроить рекламу, помощь в этом вы получите, но рекламный бюджет – это уже деньги, которые в любом случае придется платить. Поэтому автоматизированные средства привлечения людей – это, конечно, затраты. И работают эти системы чаще всего только у тех, кто прекрасно понимает, кто их целевая аудитория. И, конечно, понимают, на что эту целевую аудиторию можно пригласить и на что ее можно закрыть, благодаря чему люди будут подписываться. В нашем случае уже можно будет приглашать в наш тренинг-центр, в его открытую часть. Продолжение следует...